Господи. И подрыв в случае необходимости. И конец тогда всем. А как все начиналось? За три дня захватим Киев. Теперь мы слышим совсем другую военную аналитику от Оли Скобеевой. Кажется, она и ее друзья начинают многое понимать. Слава ЗСУ, слава Украине, привет. В эфире российских пропагандистских программ две важные темы. Украинцы все видят. Это первое. Второе. Нравится, не нравится. НАТО расширяется. Общая граница альянса с Российской Федерацией удваивается. И вывод. Российская пропагандистская обслуга делает очень и очень простой. Путин все про... просрал. Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где зубья дракона. Стоят у человека неискушенного волосы дыбом. Иными словами, аминь. Мы еще не начали контрнаступление, но у Скобеевой уже волосы дыбом. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если этого еще не сделали. Это обязательно, потому что впереди нас ждут интересные события. Называем здесь вещи своими именами. Смотрите, что происходит. Ребята, это просто фантастика. Что показывают у Оли Скобеевой и супруга в части нанесения ударов Украиной. Да-да, это программа 60 часов ненависти к Украине. Если внимательно посмотреть на эту карту, то мы видим, что бомбы падают на украинский оккупированный Крым. Но если присмотреться внимательно, то на континентальной части Украины уже российские танки выгорели вместе с флажками. Там нет российских отметок. Это говорит о том, что кто-то самый умный в программе Оли Скобеевой освободил захваченную часть Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Мы, конечно, на этом не остановимся. Мы можем... Как им кажется, который был и не достигнут в ходе нашего отхода из Херсона. Успех в Херсоне не кажется. Украинская армия освободила этот единственно захваченный украинский областной центр после 24 февраля 2022 года. Возникает вопрос, а что они так заерзали? И да, мы видим, мы видим их везде. Есть места, где Оли, конечно, может уединиться. Это, возможно, это ее гримерка. Но кто разжигает? Кто заставляет просто паниковать? США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства. Быть это уже все стоит на вооружении Украины. Вы наверняка видели вчерашний пакет военной помощи почти на 3 миллиарда. Это наколедовал Владимир Зеленский, которого нехорошими словами называют на болотах. Да, Шойгу вроде бы сказал, что они уже уничтожили хулиард Хаймарсов. 14 Хаймарсов. Но в этом списке почему-то новых Хаймарсов нет. А боеприпасы к Хаймарсам есть. И когда Шойгу говорит, что они уничтожили очень много украинской военной техники, ему почему-то не сильно верят. А не верят ему, потому что война в Украине это не танковый биатлон. Мы убиваем их наверняка. Без вот этих вот до первой крови, я сдаюсь, ничего подобного. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров. Ребята, в Ростовской области нужно рыть глубже окопы. А можете сразу копать ямки. Два метра в глубиной, ну по ширине, чтобы гробик поместился. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет Атакамс с дальностью пуска до 300 километров и тактических истребителей F-16. Кожугет, ну как тебе? Специальная военная операция проходит по плану под демилитаризацию Украины. Я сам такого не ожидал, честно вам скажу. А теперь у нас вырисовывается полная картина оружия победы. Да, обычно россияне в такой ситуации кричат Гойда, а мы с них смеемся. Но теперь дело имеет вот такой поворот. Еще раз, президент России Владимир Путин просрал все позиции, в том числе, которые были еще достигнуты Петром Первым. И вот этот процесс проигрыша, он не закончен. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Конечно, не повлияет. Российских оккупантов выбьют с территории Украины. Потому что здесь правило простое. Уйди, российский оккупант, или умри. И правило это понравилось даже президенту Украины Зеленскому. Он его взял на вооружение. А эту формулу разработали мы здесь, на этом YouTube-канале, на который, конечно же, вы уже подписаны. Но получается, что? Получается, некая дискуссия о победах России между Скобеевой и Шойгу. Сцепилась жаба и гадюка. Где здесь Оля? Пишите в комментариях. В начале о ходе специальной военной операции вооруженные силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях. Это версия Шойгу. Что по этому поводу думает Оля? Ланимся ноги и продолжаем шестой месяц освобождать. Бахмут, я без иронии, я понимаю, что дела идут очень непросто. Ну, я напоминаю, сейчас все ждут. С Бахмутом примерно как с Киевом. Вроде бы взяли, почти взяли. Ну, почти-почти, но потом что-то пошло не так. Ну, чисто Симонянищина. Это вот как Евгений Пригожин с недобитой пока ЧВК Вагнер. Сам факт существования частных военных компаний и армии, конкуренция между ними, говорит, что рашки кобзда. Так вот, Пригожин предложил термин «юридическое взятие Бахмута». Ну, да. А до этого было юридическое взятие Киева. Эх, ребятки, какие же вы отвратительные. Нужно, конечно же, поговорить о Финляндии, потому что нравится, не нравится, НАТО расширяется. Вот так и результат вступления Хельсинки в НАТО выглядит на карте. Альянс получил еще 1300 километров линии соприкосновения с Россией до самой Лапландии. Можно легко оценить. Было, стало. Вот такой он Владимир Владимирович Стерг, царь в розыске. Все победил или всех победил. Вопрос в чем? Получается, Лапландия, кажется, там живет Санта-Клаус. И он тоже теперь в НАТО. Нормальные люди все вступают в альянс. Раши это не касается. Но посмотрев на военные преступления Российской Федерации, Российской Фашистской Федерации в Украине, люди подумали и решили, не-не-не, с такими идиотами по соседству нужно жить в системе, когда за тебя могут впрячься другие. И это важно. А Женя тут что-то жалуется, что не оккупировали Финляндию. Нам же теперь говорят о чем? Нам говорят, или не так, нам говорили о финляндизации Украины. Мол, мы остаемся под протекторатом фашистской России, не вступаем в западные альянсы. А тут вот такой вот поворот финляндизации Украины выглядит очень и очень симпатично теперь. Для меня лично. Но это же еще не все. Дальше будет Швеция. И теперь, внимание, почему я настолько откровенно говорю, что Путин все просрал, то есть он совершил колоссальное преступление, он нанес колоссальный урон Российской Федерации во всех отношениях. А, да, Песков сказал, что, ну, вступила Финляндия в НАТО, ну, и не важно. Это же не Украина, она у нас. Финляндия это не анти-Россия. Ну, в 1939 году, думаю, было немножечко по-другому. Но все говорит о том, что все возможно. Про Финляндию в НАТО тоже никто не думал. И до полномасштабного вторжения там было сторонников вступления в Альянс 30%. Потом раз в 70%. Почему? Потому что российский оккупант со стиральной машиной в зубах всем все показал. Так вот, Песков вчера сказал, что Украина это одно, а Финляндия это другое. Знаете, что они делают? Они торгуются. Они делают НАТО первого сорта и второго сорта. Хотя статьи Альянса, они в эту пропагандистскую игру не играют. Страна в НАТО, значит, за нее впрягаются все, в том числе США. Это мне напоминает, знаете, у них сорта России, как они говорят. Херсон же они тоже называют Россией. Ну, как? Называют, а потом не называют, потом снова называют. Тут подобная ситуация. Поговорим о реальных военных последствиях вступления в Альянс Финляндии. Ох, как интересно. Дело даже не в том, что 1300 километров сухопутных границ. Тема, что, значит, нам вполне выполнимая. Клоуны. Просто кровавые, злые, несмешные клоуны. Что вы сухопутный коридор вы обеспечиваете? Это говорят люди, которые не могут захватить Бахмут. Не могут. Которые отступают. Которые понимают, что за ними наблюдают. То есть, он предлагает сухопутный этот Сувалковский коридор. Он предлагает войну с НАТО. С НАТО. Это, вообще-то, целый генерал. Щеки надувает. Делает вид, что есть вот эта вот вторая армия мира. Да мы вас покрышили и добьем здесь все. Швеция, между прочим, сохраняла нейтралитет сколько? 200 лет. И вот пришел к власти Владимир Путин. И его провели за нос. Как он говорит. Ну, тягали его за нос. И Меркель, и Оланд. И все. А теперь вот такие вот последствия. Это реально геополитическое поражение России. Уже вот в этой части мира, на Балтийском море, было много пролито крови за тот расклад, который там был. И вот результат. НАТО расширилось. НАТО расширится еще за счет Швеции и Украины. И эти товарищи говорят, мы нацелим свои ракеты, мы придумаем военный ответ Альянсу за расширение. И на сцену приходят, вызывают нашего любимого полковня, полковника Ходоренка, который говорит, денег нет, но вы держитесь. И предлагает вариант. То есть вот вступление в эвационные базы. Как вы хотели, Финляндия полноценный член НАТО. И нет никаких НАТОвских баз, на самом-то деле. И войск НАТОвских нет. Это национальные контингенты, которые создают эти коллективные силы. И вот они все ближе и ближе к России. Может, в Мурманске кто-то мусор уберет. Солдаты НАТО вряд ли этим будут заниматься. Но под их протекторатом все возможно. В этой связи, конечно, встает вопрос об усилении наших группировок на северо-западном направлении. Об увеличении их боевого и численного состава. Кое-какие меры уже принимаются. Которые развернут и отправят умирать под уголедар. Как слушалось 155-й и 40-й бригадой морской пехоты. А потом выяснится, что куда ни ткни Россию, нигде армии нет. Там китайцы заходят, тут финны в форме солдат НАТО. Ужас просто. А Путин геополитический гений. Теперь это становится понятно всем. Всем подперхнулось даже Скобеева. Но, наверное, Ходоренок прав. Других вариантов нет. Потому что нет солдат. Россия большая, а людей нет. Потому что все солдаты сгорели в российских танках в Донецкой области. Процесс этот будет продолжаться. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите в комментариях, как вам геополитические успехи маньяка-царя в розыске Владимира Путина. Ребята, особенно россияне, вы еще Путина проклянете. За то, что он вас втянул в войну. И будете мечтать о том, когда сможете массово летать в Турцию, загорать. И колотить понты. Но никто уже вот это вот хамство, чванство, высокомерие терпеть не будет. Потому что нацистов презирают. А с немцами это было несколько поколений. Будет и с вами. А Украина была, есть и будет. Без устойчив. Конечно, безусловно, украинские военные очень опытные, обеспеченные, профессиональные, готовятся.